Мир вам, дорогие мамочки, дети и все, кто смотрит. Мы уже сейчас в преддверии находимся этих светлых праздников, праздника Рождества Христова. И это приятные эмоции, приятные события. И это особое время, время с нашими детьми, семьями, когда мы больше проводим время в доме, потому что на улице холодно. Но также это очень загруженное время, когда идут подготовки, спевки, возможно, у кого-то какие-то постановки готовят даже. И в такой период дети иногда бывают в стороне или немножко некогда с ними чем-то заниматься. Недавно мне написала моя одна знакомая, и она спросила, Вика, вы занимаетесь разными рассказами, а есть ли у вас какой-то материал, который я могла бы своим детям включать в период Рождества, то есть какие-то рассказы, чтобы это было по этой тематике. И я тогда задумалась, подумала, у нас нет такого материала. Я начала думать, что мы можем сделать для этого. Естественно, переводить сейчас какие-то рассказы, как мы другие делали, и нам помогала в этом Галина Гура, нету, потому что слишком поздно об этом начали думать. И тогда я вспомнила о книге, которую я читала в детстве, которую нам подарили. Она из двух томов, называется «Ибо их есть Царство Небесное». Возможно, кто-то знает об этих книгах. Что особенного в этих книгах, то что они идут каждый рассказик на каждый день, на целый год. Эта книга вообще из двух томов состоит. И январь, февраль, март, апрель, и каждый день какая-то история. И здесь есть также месяцы декабрь. Так как эту книгу написал Мюллер Бон Юст, это европейский писатель, насколько я понимаю, то у них тоже целый месяц вспоминают об этом событии, о Рождестве, и как-то проникаются этим духом. Также на этот весь месяц декабрь он писал рассказы, которые связаны либо с Рождеством, либо со снегом, с зимой. И мне эта идея очень понравилась. Я подумала, что было бы классно каждый день иметь такую аудиоисторию, которую мы могли бы включать нашим детям. Лично мне эта книга оставила очень большой след во мне, в моем разуме, в моем сознании еще с детства. Очень многие истории, которые они просто сформировали меня. И по сей день я даже не задумываюсь, что оказывается, когда-то в детстве у меня это заложилось, вот какие-то принципы, примеры, и сейчас они просто автоматически у меня. Я еще раз просто через это убедилась, насколько важно, вот именно вот пока дети маленькие, что мы им читаем, что мы им включаем, что они слушают и так далее. Поэтому я бы своим детям читала эту книгу. И так как то, что я бы своим детям читала, я, естественно, бы советовала и другим. Так как у нас нету много времени для того, чтобы очень профессионально подойти к этим озвучиваниям, то я просто решила сама этим заняться и записать эти истории в аудио, как получилось. Я даже сейчас уже обрабатываю и вижу, что там ошибку сказала, там ошибку сказала. Но времени нету, чтобы все-таки именно сделать очень хорошо и профессионально, но как есть. Так что делимся с вами этими рассказиками. Включайте своим детям слушать в аудио. Желательно, конечно. Я слышала, что многие мамочки перед сном включают своим детям. И мы сделали это как-то с музыкой, чтобы оно было приятно слушать. Надеюсь, она не будет перекрывать голос. Так что рассказывайте другим мамочкам, которые тоже что-то подобное ищут, хотят включать своим детям. И особенно в этот особый период, когда мы находимся большее время в доме, в тепле и в уюте. Так как эти рассказы идут по дням, то мы решили с Божьей помощью 1 декабря выставить первую историю. И так продолжать каждый день. 2, 3, 4. Но хочу сделать оговорку, что вполне может быть такое, что в какой-то день мы не успеем выпустить. Потому что времени очень мало и оно так все спонтанно получилось. Но мы будем с Божьей помощью, вашей поддержкой, очень стараться делать именно по числам. Но если даже не получится, не переживайте. Вы сможете их заново все равно прослушать. Они будут оставаться. Рассказы будут выходить как и на ютубе, на канале Денис Глозов, так и на приложении Капли Сотов. Там, естественно, удобнее будет вам слушать. И ваш телефон для этого больше предназначен. Пускай этот материал принесет благословения для ваших семей. С Богом!